здравствуйте дорогие друзья наконец-то я добралась до своего сына среднего хочу его нарисовать набросала легким карандашом тихонечко в основном конечно это работа цветом вот придаю цвет тела сначала все то что самое светлое а потом уже все остальное и объем головы и очки и огромная растительная масса длинные волосы и борода вот такой он особенный ухо тени находится причем тень такая не холодная старшего сына я уже рисовала младшего рисовала но не получилось потому что он вредный вот среднего наконец-то главное что человек хочет чтобы вы нарисовали почему у меня младший сын не получилось потому что он не хотел вот и результат ну вот благо сегодня пасмурная погода и краска сохнет очень долго и это мне на руку я по мокрому делаю для меня это всегда хорошо так как он кудрявый и такой лохматенький я делаю вот такой фон что волосы мягко расходятся но так в принципе и есть потому что они не приглажены они кудрявые и постепенно заканчиваются они сразу таким образом как будто он такой пушистый как всегда хочется все объять все быстро делать ну всего одной рукой работаю поэтому не успеваю голова это шарик поэтому вот с правой стороны у меня все будет в тени окно было слева попросила его попозировать рядом с окном то есть он стоит смотрит в окно хотя смотреть там абсолютно нечего хотя там люди ходят как телевизор можно смотреть работаю по плоскостям темная плоскость светлая плоскость вот эта скула является границы света и тени и вот сюда уходит собственная тень очень странно рисовать своих детей внуков ну внуков не так а вот детей когда рисую своих такое впечатление что я их опять создаю нос я разбираю тоже по плоскостям не очень выразительный нос крупный внизу сверху прекрасно видно где находится носовая кость внизу такие ноздри расширенные получился такой волевой портрет потому что они же его ростом я стояла ниже и вот поэтому такой ракурс получился такой волевой мыслитель вот один раз создала человека сейчас еще раз создаю надеюсь не последний раз но когда они были маленькие я делала только наброски это максимум на что у меня хватало потому что было тяжко с тремя детьми вот прекрасно видны полости пещеры ноздрей падающая тень открыла рефлексы все как гипсовой голове прекрасно все видно здесь все очень вот кость носовая все очень важно нельзя сказать что вот там главная глаза главная нос нет все важно нос очень скульптурный переносицу убрала оставшуюся от построения кто смотрит мое видео по построению гипсовых фигур тот знает что я сейчас убрала вот усиливаю я границу света и тени в районе скулы волосы черные у него сына зовут саша среднего сына немножечко цвет волос отливает в теплую сторону но так как он стоит у окна и на небе не тучки синее небо и вот это синее небо отражается волосах в волосах но в тени это безусловно черные волосы честно говоря бороду акварелью я первый раз рисовала старший сын бородатый дядя но я его маслом рисовала акварелью я первый раз рисую бородатого мужчину усы тоже имеют объем это те же коробочки или цилиндрики любую форму самую сложную надо возводить в простую геометрическую фигуру здесь вот мне удается сделать все по мокрому и это прекрасно то есть вот эти мягкая борода получается вот она как будто на самом деле мягкая губы я рисовала вернее фотографировала отдельно просмотрела наконец-то губы сына но это всегда так бывает когда начинаешь портрет делать и все становится как будто новое и когда мы с учениками рисуем портреты ученики тоже очень многое многое о себе узнают рисуя себя то есть так человек ничего не замечает вот когда начинает рисовать очень много интересного узнаем вот я тут рассмотрела губы своего сына они оказываются прекрасны не он так тоже очень красивый у него все прекрасно глаза большие только за очками они кажутся маленькими но вообще у него большие глаза прекрасные губы нос пластичный в общем у меня дети все красавцы в кого интересно наверно в меня шутка вот я делаю верхнюю губу в тени потому что свет идет сверху и нижняя губа довольно освещена вот объем нижней губы раз свет идет с его правой стороны от окна значит слева значит справа будет темно но не тень а полутень ну и блики естественно сделала на губе здесь пригодилось умение рисовать стекло так здесь я делаю темный угол чтобы выделить его волосы вообще в целом вот и очки хорошо будут видны освещенные здесь пушистость волос делаю все скоро моему сыну 33 года исполнится мягко и пушистое и здесь тоже мягкий переход от темного угла в свет вот блики и прозрачность стекол я набираю постепенно потому что очень ответственное место сначала потихоньку вот оправа у него металлическая стекла толстенные зрение плохое вот тень от бороды не только от бороды от подбородка брови не очень выдающиеся и русые не черные вообще когда он был маленький он был блондин не верится правда белый белый мальчик у него такие очень сильные морщины на лбу почему не знаю ну вот я приступаю к рисованию век глаз тональность глаза я делаю очень нежной потому что сквозь толстые очки толстое стекло невозможно чтобы все было видно на сто процентов самой тонкой кисточкой я делаю оправу ее теневые части здесь здесь вот она темная а справа отсвечивает что-то холодное и светлое тут металл между стеклами и и и и и и ну как бы глаза рисовать само по себе уже не просто а еще под стеклом вдвойне интересно сначала я делаю веки объем век объем глазного яблока и только потом поверх этого всего рисую радужную оболочку и зрачки окончательный штрих у саши глаза серо-зеленые если бы были стекла потоньше может быть виднее были бы зрачки но так как стекла очень толстые и еще он стоит ну не лицом а в три четверти к окну слишком сделала ярко универсальным средством промокнула то есть хочется сделать конечно очень яркие глаза но нет нельзя надо чтобы было ощущение этих толстых линз вот такой портрет получился у меня осталось мне нарисовать младшего сына но надо чтобы он согласился он не согласен но я думаю все таки я его уговорю ну вот всего хорошего ставьте лайки тренируйтесь на своих родственниках знакомых до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...